Дональд Трамп 232 В 5 и 13 дней может еще многое произойти. Незадолго до этого действующий президент США Дональд Трамп выступал на многотысячном митинге своих сторонников в Джорджии и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы, но он не собирается сдаваться. Также Трамп сказал, что считает недопустимую ситуацию, при которой его лишают победы, так как именно за ним огромный перевес по результатам голосования. Он отказался уходить из Белого дома и передавать власть демократу Джо Байдену и сказал, что устроит адскую битву за пост президента, если демократы захватят Белый дом и Сенат. Теперь поговорим о будущем президенте США. У Джо Байдена прослеживается политика ослабления Турции в регионе, а точнее антиэрдогановская политика. Если же говорить о последствиях в регионе Азии, то Трамп называл Эрдоган сильным и жестким лидером, и турецкое общество более лояльно к нему, нежели к Байдену, который называл Эрдогана автократом, и говорил, что в случае своей победы на президентских выборах он будет готов поддержать любую турецкую оппозицию, чтобы победить Эрдогана. Помимо этого, Байден считает, что США необходимо активнее работать с своими союзниками для изоляции действий Эрдогана в регионе, особенно его действия в Восточной Европе, касаемо разведки нефти и в других вопросах. Байден также заявлял о поддержке турецких курдов, которых, по его словам, нужно интегрировать в политические институты страны и вернуть в парламент. И, конечно же, целью является ослабление и Турции, и России, в том числе путем их противопоставления и ухудшения отношений между ними. И в случае реализации всех этих планов Азербайджан, как объект геополитики, также ощутит это влияние на себе. Теперь вернемся к дню сегодняшнему. В результате выступлений Трампа тысячи его сторонников пришли к Конгрессу США в Вашингтоне, Капитолию, и провели там мирные акции. Протестующие вели себя очень спокойно и мирно, в основном делали селфи и снимали происходящее на видео. Они не жгли покрышки, не провоцировали полицию, а просто выражали свое мнение. Но при этом СМИ, которые по большей части принадлежат демократам, обвиняли собравшись чуть ли не в терроризме и попытке госпереворота. Но когда точно такие же события происходят в других странах и куда жестче, то эти же демократические СМИ сразу называют это демократией, в отличие от того, что происходит в США. Хотя первая поправка Конституции гарантирует свободу собраний. А то, что происходило дальше, было больше похоже на подставу, а-ля поджег нацистами Рейхстага в 1933 году, чтобы потом обвинить коммунистов и прийти к власти. И действия были следующими. Из тысяч людей около двух сотен человек ворвались в здание Конгресса. Что было просто удивительно, когда в самой столице внутри происходит по сути историческое для США событие. И вдруг какая-то кучка людей с улицы вырывается внутрь и срывает заседание. А где в этот момент была полиция и ФБР? Они что, не знали, что происходит утверждение Конгрессом президента США и что, возможно, провокации? Они в этот момент спали? Или, может быть, специально не препятствовали этому? Ведь они даже не сопротивлялись прерыванию людей в Капитолий. А потом полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли. Одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, и она умерла в больнице. Заседание Сената и Палаты представителей пришлось прервать. А сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майкла Пенса эвакуировали. Трамп сразу же направил в столицу Национальную гвардию для прекращения протеста. А к своим сторонникам обратился с призывом к миру и порядку. Спустя несколько часов протестующих выдворили здание, и обе Палаты Конгресса возобновили заседание. И после этого демократы стали обвинять Трампа в попытке госпереворота. Но какая выгода была от этого бы Трампу? Что бы он от этого получил? Эта акция была абсолютно бессмысленной и бесполезной для Трампа и республиканцев. Так как Трамп сразу же самостоятельно прервал эту акцию, которая и так ухудшила положение дела республиканцев и дала политических очков демократам. Но вот демократы благодаря такой провокации получили очень многое. Теперь если любой республиканец будет говорить о нарушениях и фальсификации выборов, он может просто попасть впоследствии об организации госпереворота. Также республиканцы планировали оспорить голоса в некоторых штатах. Но на фоне беспорядков некоторые республиканцы сами отказались от своих возражений. А возражения по Пенсильвании, Висконсину и Аризоне законодатели после этого рассматривать не стали. Теперь многие политики США, кто поддерживал Трампа, поймут, что теперь это невыгодно. Тем самым теперь можно забыть о многих планах республиканцев против демократов. Так как республиканцы теперь просто будут скованы. А если Трамп попытается остаться в Белом доме, то его просто могут посадить за попытку госпереворота. Но Трамп и обещал, что передача власти будет мирной. И теперь Америка полностью перешла под власть демократов. Так как у них теперь и президент, и конгресс. Не говоря уже о том, что большинство самых влиятельных СМИ и так были под их контролем. А теперь можно ожидать только усиления политических репрессий в отношении республиканцев. И если это невозможно будет сделать по закону, то демократы уже создали свою базу поддержки в виде Black Lives Matter. Которые будут вести иные методы борьбы с оппозицией. Самого же Трампа неоднократно блокировали и в Твиттер, и в Фейсбук, и в других социальных сетях. Вот такая вот свобода слова в самой демократической стране мира. Также можно добавить, что обычно сильные внутренние противоречия и раскол общества приводят к сильным внутренним проблемам и расколу страны. Но это не отменяет того, что при Байдене Америка опять усилит свою внешнюю политику. И опять будет нести ценности демократии в так называемые отсталые страны с ее точки зрения. И в заключении Трамп заявил. Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти. Хотя это и означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой. Продолжение следует...